Я продолжаю рассказывать про самые надежные инструменты, про облигации и сегодня я коснусь рисков, которые связаны с облигациями, потому что оказывается там тоже полно рисков. И сегодня я более подробно расскажу о том, что же такое дефолт, что такое реструктуризация и оферта, и как все это происходит. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Но смотрите, когда я рассказывал в своем первом видео про облигации, которые были облигацией федерального займа, они являются абсолютно надежными, потому что это государственные облигации. И по ним, в общем, никаких рисков нет, потому что у нашего государства сейчас просто офигительный кредитный рейтинг. И там все хорошо, но при этом они дают маленькую доходность. А когда мы начинаем искать облигации с более высокой доходностью, то там уже мы можем столкнуться с какими-то интересными моментами, о которых я сейчас расскажу. Итак, смотрите, когда мы начинаем искать, я вот сначала еще сегодня теоретически, а следующее видео будет абсолютно практическое, просто вот конкретные уже облигации будем разбирать. Итак, смотрите, мы хотим найти облигации с повышенной доходностью, и мы можем найти там облигации с доходностью 30%, 40%, мы это увидим. Есть облигации с доходностью какой-то феноменальная, там 100 тысяч миллионов процентов годовых, я тоже расскажу, что это за облигации. Вот, ну и есть масса облигаций, там 12, 14, 16 процентов доходность. И почему такие разные доходности, и надо ли их брать. Возвращаемся к нашей картинке, которая была, и помните, когда я рассказывал про справедливую цену облигаций, там говорилось, что доходность облигации зависит от ее цены, потому что, как правило, купонная доходность не меняется у большинства облигаций, а доходность облигаций зависит от ее цены. А если цена низкая, то доходность увеличивается, потому что купонная доходность, как раз купон начисляется на номинал, а мы ее можем купить ниже номинала, почему же облигации продаются ниже номинала, почему высокая доходность, ну в районе 30-40 процентов. Давайте вспомним, что же такое облигация. Облигация – это долг, и когда компания берет деньги в долг, то она берет эти деньги для реализации какого-то проекта, для развития своего бизнеса. Она говорит, вот у меня есть какой-то бизнес, и я хочу для развития этого бизнеса взять деньги в долг, потом, когда бизнес будет заработать, деньги пойдут, то, соответственно, компания отдает этот долг. И когда компания регистрирует выпуск облигаций, то у нее есть уже подтвержденный, по крайней мере, достаточно длительное время вид деятельности, то есть она делает конкретную деятельность, конкретные работы выполняет или услуги, то есть занимается конкретным бизнесом достаточно давно, у нее хорошие обороты, хороший опыт в этом смысле, то есть все это проверяется, там аудит проводится, и у компании есть основные средства, то есть все это проверяется, сейчас пустышек не бывает. Но что происходит? Смотрите, бизнес есть бизнес, и у компании есть всегда конкуренты, например, да, или какая-то ситуация меняется. Ну, например, компания берет и начинает, ну, скажем, развивать там круизный бизнес или там туристический какой-то, связанная с туристическим, с наклоном туристов, с обслуживанием туристов, а тут раз пандемия, и все, и кирдык, вот, ну, или там, ну, масса всего, есть политические мотивы у нас очень много, то есть есть определенные риски. И к чему это могут привести риски? Смотрите, когда компания начинает открывать какое-то вот новое направление, она говорит, вот это направление даст свое, ну, даст прибыль. И они говорят, что вот мы инвестируем, мы, значит, там создаем такие-то заводы, такие-то мощности, и эти мощности позволят нам увеличить долю на рынке до таких-то объемов, что позволит увеличить реализацию до таких-то объемов, то есть у нас реализация будет такая-то, маржинальность такая-то бизнеса, ориентировочная прибыль такая-то, и мы сможем рассчитаться по всем этим кредитам в такой-то срок. Вот таким образом. Но так как все, во-первых, жизнь идет, то есть всякие пандемии случаются, и есть еще конкуренты, давайте не будем забывать, которые тем же самым занимаются и которые тоже хотят занять эту нишу, тоже занять эту долю рынка, и может быть у конкурентов это получится быстрее. Такое происходит сплошь и рядом, и здесь никто ни от чего не застрахован. Вот. И что происходит в таких случаях? Смотрите. Когда мы покупаем облигации, то мы, ну, как бы становимся кредиторами этой компании, и мы вступаем в клуб, как бы, кредиторов. Но мы там не самые главные, потому что так же, как в акциях есть мажоритарии, то есть у которых есть контрольный пакет акций, у акционерных обществ также, и среди держателей облигаций есть какие-то вот крупные жирные ребята, которые имеют основную долю в этом выпуске облигаций. Каким образом это происходит? Ну, когда облигации размещаются на рынке, то в качестве гарантов там заранее выступают какие-то крупные финансовые организации, то есть они осуществляют поддержку этого выпуска облигаций, и если там не все выкуплено, то они гарантируют, что будет выкуп, они выкупают эти облигации, ну, по хорошей цене. Вот, и когда возникает, как правило, эти крупные держатели облигаций, они связаны как раз с компанией, ну, достаточно тесными какими-то связями. И когда подходит срок, например, очередного платежа, там, по купонам или по погашению, то, в общем, мы смотрим, значит, на цену этих облигаций, ну, мы-то смотрим ее на рынке, на бирже, а вот основные держатели, они как раз видят ситуацию, которая сложилась у компании. И они смотрят так на денежные потоки компании, есть ли у компании деньги на счетах в достаточном количестве для того, чтобы расплатиться по очередному купону, например. И когда у них возникают сомнения в том, что компания сможет найти деньги для того, чтобы выполнить свои обязательства по выплате купонов, то, значит, эти крупные держатели облигаций, они идут к руководству и говорят, слушайте, а ну-ка, расскажите-ка мне прямо сейчас, как вы собираетесь, в общем-то, выполнять свои обязательства? Что-то у нас есть сомнения. Вот, и здесь происходит все как в жизни, ну, как среди людей, то есть, как бы вы дали в долг кому-то деньги, он говорит, я тут сейчас прокручу их, и, значит, там, ну, как в 90-е это было, вот, и я тебе отдам, потом, значит, приходит срок платежа, вот, а он говорит, да, слушай, тут вот мне, я, значит, тут вложил туда, значит, там Серега мне должен вернуть деньги, пока не возвращает, ты тут подожди 2-3 дня, то есть, возникает ситуация технического дефолта, и, значит, ну, вот, как бы, ну, когда между собой люди договариваются, то, в общем-то сказать, там, ну, или там в 90-е годы, там, с утюгом, с паяльниками и так далее приходили, вот, сейчас приходят коллекторы к обычным людям, но, когда речь идет о миллионах и миллиардах, то тут, в общем-то, как бы, все обходится через законы, естественно, потому что, ну, что там утюгом поможешь, так сказать, ну, никак, вот, поэтому здесь уже речь идет, ну, о том, что нет никакого физического насилия, конечно, непосредственно к людям, к руководству компании, но есть насилие над компанией, буквально, то есть, крупные кредиторы, они начинают сомневаться, когда, и они говорят, слушай, я предлагаю тебе условия, ну, то есть, там, вступают в переговоры, от которых ты не сможешь отказаться, как бы, я дам тебе деньги для того, чтобы расплатиться по этим купонам, но ты мне за это, значит, там, в залог отдаешь какую-то долю, значит, там, какой-то вот лакомый кусочек, как правило, это лакомые кусочки самые лучшие, самые прибыльные, естественно, от компании, и компания, конечно же, на это старается не идти и старается этого избежать, и ищет всеми путями, где перезанять и так далее, вот, но возникает ситуация такая, и когда возникает такая ситуация, тут уже начинается, ну, крупные держатели облигаций начинают их продавать, кому продавать, а на рынке новых покупателей нет, и поэтому, значит, увеличивается спрос, а предложение, вернее, увеличивается предложение, спрос не увеличивается. Что происходит? Цена снижается на эти облигации, цена снижается, и если мы видим, вот, картинку, опять же, то цена снижается, доходность по облигациям в соответствии с этой ценой растет, и вот он приближается, скажем, вот здесь надо очень внимательно смотреть, потому что если вы купили облигацию с высокой доходностью, и эта доходность к моменту выплаты купонов начинает увеличиваться, причем так по экспоненте, значит, то это значит, что все больше и больше людей начинают сомневаться в том, что эмитент выполнит свои обязательства, и облигации стремительно падают в цене. И если действительно у эмитента, ну, не находится денег, там реально бывает такое дело, то что возникает? Возникает следующее, эмитент облигаций собирает главных, главных держателей облигации, мы здесь вообще мимо тазика, вот, и он начинает с ними обсуждать следующий вопрос, он говорит, слушайте, возникла такая ситуация, что я не смогу прямо сейчас расплатиться по купонам, и давайте мы с вами обсудим варианты выхода из этой ситуации. Какие будут варианты? Ну, обычно предлагается реструктуризация долгов. Что это значит? Это значит, что срок погашения, как правило, то есть это может быть либо выпуск новой облигации, и тогда гасятся долги по старой, вот, либо, либо это может быть оферта, оферта, для того, чтобы избежать дефолта. То есть, смотрите, в прошлом видео, в позапрошлом я рассказывал о том, что дефолт это значит совсем плохо, и тогда компания, ну, это просто смерть компании, потому что все, компания объявляется банкротом и распродается ее активы. Вот, для того, чтобы этого избежать, потому что, ну, все стараются избежать этого, и после распродажи активов, как правило, держателям облигаций все равно достается, ну, далеко не все, а только часть, там, и то не всем. Вот, поэтому, поэтому стараются как-то избежать дефолта, и идут на очень жесткие переговоры, такие, о реструктуризации. Реструктуризация, как правило, заключается в следующем. Срок погашения этой облигации, как правило, отодвигается на более длительный срок, и проценты при этом, ну, обычно повышенные, вот, потому что риски повышены. И такое происходит сплошь и рядом, например, ну, вот, по государственным облигациям, по суверенам. Мы помним, что Янукович в свое время, когда там запахло совсем жареным, взял деньги у России в размере 3 миллиарда долларов, и под каким это соусом было? Это было под соусом еврооблигаций, о которых я буду рассказывать, наверное, в следующем видео, или, ну, то есть, еврооблигаций в долларах. Они там в соответствии с английскими законами, от которых вообще никуда не убежать. И там была гарантия того, что будут выплаты. Вот. А выплачивать Украине было нечем, и Украина, значит, вела очень долгие, вы помните, и нудные переговоры по поводу реструктуризации. У Украины совсем не такая ситуация, как у России. Украина, ну, как бы, с бюджетом там все было весьма плохо. Вот. И поэтому очень долгие переговоры о реструктуризации. Они говорили, давайте отложим. Все основные кредиторы, в общем-то, согласились, но самый главный кредитор – это Россия. Она сказала, нет, нас это не устраивает, давайте платите прямо сейчас. Нам 3 миллиарда долларов, и иначе объявлять это дефолт, вот так. А дефолт – это значит все, это кредитный рейтинг Украины нулевой, и денег им никто не даст. Вот. И там достаточно жесткие переговоры об этом шли. Ну, другой вариант – это облигация Россия, РУС-28, когда у России были такие же проблемы в 1998 году. Вы знаете, Россия объявила дефолт, но, как оказывается, она объявила дефолт не всем, а только. Ну, в рублях-то вообще никому ничего не вернуло, а с иностранными инвесторами так не обойдешься, и поэтому иностранным инвесторам было предложено реструктуризация, и в рамках этой реструктуризации все долги, которые были, они были действительно списаны, но они были конвертированы в другую облигацию, по которой, значит, повышенный процент – это 12,75% годовых в валюте, это очень много, Россия пошла на эти уступки, и с погашением через 30 лет. Дефолт случился в 1998 году, 98 плюс 30 равно 28, то есть в 2028 году эта облигация будет погашена, и эта облигация называется РУС-28, она у меня находится в портфеле, потому что, ну, такой доходности не может быть нигде, я ее купил, естественно, она купонная доходность 12,75%, номинал 1000 долларов, соответственно, получается, что при такой доходности она должна стоить выше номинала, она и стоила выше номинала, я ее купил за 162% от номинала, то есть 1620 долларов, и каждые полгода она мне приносит 12, сколько там, 67,5 долларов мне капает на эту облигацию в виде купонов, и она будет погашена в 2028 году, и там еще дополнительные очень-очень вкусные такие опции, ну, как то, что по ней не будет курсовой разницы, представляете, то есть вот в 2028 году, сколько бы доллар ни стоил, с меня не возьмут курсовую разницу, вот, но при этом я понесу формально убытки, то есть я купил ее за 1620 долларов, а продам, ну, то есть она будет погашена за 1000 долларов, то есть 620 долларов у меня формально будут убытками, и эти убытки покроют прибыль от других ценных бумаг, то есть я сэкономлю еще и на налогах, то есть это очень-очень хороший вариант, и сейчас у России кардинально другое состояние с финансами, потому что просто кладовки не закрываются, потому что Россия трещит просто от денег, некуда девать, потому что, ну, Россия искусственно поддерживает курс рубля очень низким, для этого скупает доллары и складывает их просто куда-то там в ящик, вот, Центробанк, и денег немерено, поэтому российские ценные бумаги абсолютно надежны, а вот в 98-м году всех внутренних, конечно, ну, кинули, просто говоря, объявили дефолт, это не коснулось, как я уже сказал, иностранцев, вот такие истории, ну, еще такие же истории, я расскажу в ближайшее время, абсолютно конкретные облигации, абсолютно живые, абсолютно, вот, прямо последние-последние, и возникает вопрос, на самом деле, а какие же облигации брать, с какой доходностью, ну, общий совет может быть такой, не гонитесь за высокой доходностью, а смотрите, если вы хотите доходность вот ОФЗ, ориентируйтесь на них, 9,5%, если вы берете корпоративные облигации, там 10-12% вполне себе надежные могут быть, и дальше, чем выше процент, тем, естественно, ниже надежность, и тут уже надо быть очень внимательным, надо уже смотреть на каждую конкретную облигацию, конкретно об этом я поговорю в следующем видео, какой порог доходности, ну, мы для себя можем допустить, и в каких рамках. Ну, а на сегодня все, я думаю, что это видео было полезно, и следующее тоже будет полезно, на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитров Юрий, до встречи.